шаббат шалом дорогие друзья и сегодня я хотел бы поделиться словом я верю что это будет полезно для всех нас и поэтому коротко помолимся господи благослови нас иметь сердце открытое для слова твоего благослови нас боже принимать от слова твоего питай нас господь как хлеб питает нас господь питай нас словом твоим помоги нам укрепить своего внутреннего человека и принести тебе хороший достойный плод своей жизни во имя и шо мессии амин на фоне поста который был у нас на этой неделе и прошлой неделе вы знаете я размышлял о некоторых важных вещах которые связаны собственно говоря с постом не бойтесь я не буду конкретно а посте сегодня говорить это большая и сложная тема но тем не менее мы коснемся важных моментов я хотел бы поговорить сегодня о нашей с вами воли усили воли знаете такая штука есть сила воли никто ее не видел но все завидуют тем у кого она есть правда вот мне бы силу воли я бы там да кем угодно я бы стал ну просто реально вот просто нужно вы знаете я в какой-то момент своей жизни понял что я могу очень многого добиться если я буду это делать постоянно и целенаправленно я помню когда-то очень очень давно я посмотрел как люди играют на сопилке посмотрел думаю а мне нравится взял там как-то переписал вот знаете ручкой просто на каком-то листочке какую дырочку где зажимать и начал сопеть потихонечку в эту сопилку сопел сопел месяц два три а потом уже начал лучше сопеть а потом уже начал в группе прославления играть понимаете я понял в какой-то момент своей жизни ну конечно высот я не достиг потому что забросил это все хотя уже и сопилки появились и все остальное но я понял один момент мы можем вообще достигнуть очень многого если мы будем последовательно делать одни и те же вещи просто хотите играть на пианино вообще легко просто надо это делать хотите там допустим получить какую-то степень например научную и это возможно просто надо учиться хотите быть сильным тоже возможно хотите быть крепким верующими это возможно но все вот в этой вот штуке сила воли где ее взять когда ты утром просыпаешься и ты думаешь а зачем я вообще проснулся вот и смотришь на это все и думаешь меня ждет еще один неинтересный серый день и как бы мне вообще вообще вот ну просто я ничего не хочу переживали да особенно это происходит в смену периода вот осень зима очень тяжело когда рано наступает темнота и все оно такое серое тучи и непонятно что но я понимаю что на самом деле бог то знал эти вещи бог когда нас творил он же понимал как именно он нас сотворил и вообще что мы будем проходить через какие испытания мы будем вообще сталкиваться проходить давайте мы для начала попробуем как бы заложить основание чтобы разобраться в этом непростом вопросе потому что он действительно непростой что нам делать с нашей силой воли вообще с нашей воли и как нам ее укрепить как нам добиваться хоть чего-то хорошего хоть я не говорю заоблачных высот но хотя бы адекватных каких-то результатов в нашей жизни итак друзья когда бог нас создавал вообще когда бог создавал творение животных ангелов людей он создал всех в общем-то со способностью выбирать и получать какой-то результат если мы говорим о людях ангелах или животных все они вот складывается по писанию могут выбрать как что-то да например если мы говорим о животных то они руководствуются своими инстинктами вот если они видят опасность что они делают они прячутся да если видят большую опасность они могут нападать могут убегать то есть они выбирают соответственно ситуации руководствуясь своими инстинктами как поступить в какой-то ситуации нам в общем то немножко сложно судить о ангелах потому что но не сильно много нам писание рассказывает рассказывает но все же но судя по тому что мы знаем ангелы тоже могут выбирать правда и мы знаем что был один такой очень известный он есть это сатан люцифер тот же который выбрал неправильно выбрал не покориться богу и соответственно получил результат как говорил один пастырь он был брошен на землю и больно ударился головой вот с неба до весьма и мы видим последствия всего того что происходит вокруг нас то есть как бы безумие от греха безумие которое он творит и люди более известная для нас как бы скажем сущность потому что мы себя знаем ну относительно да и так когда мы говорим о выборе когда мы говорим о выборе как мы делаем выбор мы обычно опираемся на наши ценности если для нас что-то ценное мы тогда выбираем вот в эту сторону правда например если вы придерживаетесь какой-то диеты и вам вот пришли вы в гости и там разные блюда лежат у вас ценность здоровое питание что какую еду вы будете выбирать здоровую ну это в идеале правда потому что можно как мне нравится один один пастырь он говорит так когда на такие мероприятия попадает он говорит об этом я буду думать дома о диете о диете я буду думать дома сейчас или как он говорит о суп я могу и дома поесть поэтому я буду кушать мясо ну я понимаю и так мы все же опираемся на ценности именно ценности является стержнем нашего решения если например для мужчины ценностью является его семья является жена то если какая-то другая женщина будет с ним флиртовать он не пойдет на поводу ее флирта да или он не будет флиртовать почему потому что у него есть ценности есть какой-то стержень который его сдерживает то же самое если для жены ценностью является слово божье она также будет адекватно реагировать на просьбы мужа она будет послушна мужу в господи и даже если знаете очень сильно хочется закатить истерику какую-то она будет послушна почему потому что есть ценность есть ценность слова она ориентируется на эту ценность бог когда создал нас он не поработил нас он не поработил нашу волю он дал нам свободу и это и хорошо для нас но местами мы говорим а вот проще было бы если нас заставляли правда вот проще было бы если бы например там ты пришел и он тебе говорит делай вот так и ты просто делаешь и все у тебя нет выбора растешь себе в святости без безысходно безнадежно растешь в святости да ну было бы так неплохо так за как задумка но получается что мы тогда ни за что не отвечаем за нас и спросить нечего типа почему ты не сделал что я мог не сделать меж так все устроили что в общем то ну как бы не было выбора получается я обязан был что-то сделать и божье желание в том чтобы люди научились выбирать божье желание в том чтобы люди выросли настолько чтобы они сами хотели поступить по его слову и знаете что интересно бог не порабощает волю человека сатана враг душ человеческих он порабощает волю человека то есть его цель сделать так чтобы человек он шел вот на поводу того что он хочет чтобы воля была порабощена услышите разницу да и он порабощает людей в свою волю когда мы говорим о воле бога мы говорим об определенной позиции бога по отношению к чему-либо правда вот если мы говорим воля как позиция бог говорит моя воля в том чтобы люди были отделены от греха это воля божья его позиция она основана на определенных ценностях да то есть святости на отделенности посвященности чистоте он говорит я хочу чтобы там например заповеди мои соблюдались хочу чтобы никто не погиб но все остались живы это его воля хотите знать волю божью в писании огромное количество есть мест просто воля божья вот так вот в симфонии найдите вы увидите очень много простых вещей где бог прямо говорит что моя воля для тебя например освящение все ты думаешь где же это совершенная воля божья вот она много ну написано таких вест итак если мы возьмем вот вообще соединим все то что хочет бог в что он ожидает от нас оно все очень хорошо сходится в одно слово слово любовь то есть вообще его ценности его желание его намерение по отношению к но выражается словом любовь хотя есть ограничения хотя есть какие-то требования есть какие-то ожидания итак когда мы исполняем божью волю знаете что происходит мы в определенном смысле синхронизируемся с божьей волей свою волю синхронизируем с его волей может быть вы вот те кто пересекался с компьютерами вы знаете что такое синхронизация да есть такие например различные вдруг бокс например кто может быть так это такие страшные слова но тем не менее функция выглядит таким образом есть файл один в интернете есть файл у тебя на компьютере ты на компьютере что-то пишешь автоматически синхронизируется с интернетом и делается точно такая же копия точно такая же копия если ты с другого места зайдешь и почитаешь ты увидишь там именно тот файл который ты написал на своем компьютере это называется синхронизация и это очень классная штука то есть когда мы говорим о нашем подчинении подчинение нашей воли воли божией это в определенном смысле стремление быть синхронизированными с его волей да то есть мы понимаем что хочет он и мы говорим а я хочу хотеть также он говорит хочу чтобы были святым и я говорю и я хочу хоп синхронизация происходит он говорит но дело я говорю вот тут не коннектится да не происходит не совсем прозрыв связи что же мне делать как мне синхронизироваться с волей божией и для того чтобы это произошло друзья вы знаете есть определенные ну как бы условия так же как и в интернете файл чтобы он синхронизировался должны быть условия как минимум интернет должен быть правда должны быть там логины пароли и все остальное то есть нужно 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 правильно подключиться ко всей этой истории то же самое для того чтобы нам синхронизироваться с божьей волей нам необходим божий разум разум христа разум мессии нам необходимо мыслить как он нам необходимо перенять его шкалу ценностей вообще его понимание того что происходит итак когда мы говорим о людях по писанию мы можем увидеть что библия открывает нам что мы как люди состоим из трех составляющих я думаю что для большинства из нас это не секрет но вкратце я повторюсь есть такая очень хорошая как бы формула что ли человек есть дух у него есть душа и живет он в теле да ну в общем то нам давайте возьмем это как рабочую такую основу потому что есть разные моменты когда люди говорят окей дух душа это все так не просто вы знаете если мы посмотрим в оригинал мы увидим что дух и душа слова дух и душа очень часто взаимозаменяемы в писании вы удивитесь насколько часто вы читаете синодальный перевод и там совершенно другая картина чем чем в оригинале то есть дух и душа очень часто пересекается но тем не менее нам не просто провести разделение между духом и душой и как кто что и где это работает тем не менее традиционно богословие разделяет душу человека на несколько элементов то есть мы знаем что есть дух мы есть дух я есть дух вы есть дух дух вечен дух вечен это то что наследует вечность есть душа что такое душа сложный элемент правда никто толком не знает и это ну как бы понятно но тем не менее считается что душа также состоит из трех частей она состоит из воли человека из эмоций и интеллекта давайте мы возьмем это тоже как рабочую такую идею мы не можем ее сильно подтвердить по писанию но мы видим что все же есть что там у нас есть воля правда есть у нас есть эмоции о еще как есть интеллект может меньше чем эмоции но есть да у каждого свой айкью да ну что то там есть итак давайте мы просто условно также попробуем принять вот такое вот разделение обобщая знаете можно говорить о том что в человеке есть некая сердцевина вот это вот слово мне больше нравится потому что она ближе к писанию сердце слышали такое да очень много в библии говорится о понятии сердца например притча 4 глава 23 стих говорит больше всего хранимого храни что сердце твое сердце твое потому что из него источники жизни и когда мы говорим о сердце то что это это может быть разум правда это может быть интеллект это может быть эмоции это может быть воля но это что-то что является нашей вот сущностью нашей внутренностью то что делает нас человеком личностью больше всего хранимого все хранить храни сердце свое почему тут написано почему потому что из него источники жизни то есть это то место откуда исходит жизнь если поразить это место жизнь перестанет исходить человек перестанет быть живым он станет мертвым и это проблема и так сердце это место которое может быть уязвимым пораженным и которое нужно хранить и там могут находиться вещи которые будут хорошими могут быть хорошими а могут быть также не очень хорошими или плохими вот что происходит сердцем человека когда он принимает еще как спасителя давайте мы посмотрим ефесянам 3 глава 14 19 стих когда мы когда мы каемся когда мы приходим к богу вот что происходит с нашим сердцем смотрите для сего преклоняю колени мои пред отцем господа нашего и шоу а миссии от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле додаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке верою вселиться христу в сердца ваши чтобы вы укорененные утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь христову дабы вам исполнится всею полнотою божию и так в момент нашего покаяния и шоу а поселяется в нашем сердце и мы начинаем что делать мы начинаем постигать его волю видите да чтобы вам познать чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми что широта что долгота глубина и высота и разуметь превосходящую разумение любовь христову зачем чтобы вам исполниться всею полнотой божией то есть начинается процесс синхронизации начинается процесс постижения бога процесс приближения к богу мы слушаем слово открываемся для слова и в свободе выбираем его и тогда наше сердце преображается и так мы говорим все же о воле человека воля очень интересная штука если мы определяем волю как часть нашей души и до предположим часть нашего сердца мы можем заметить в жизни мы можем заметить что воля охватывает также наш ум и чувства и может управлять ими большой ну такой легко легкий пример например мы сталкиваемся с какими-то ситуациями когда ум нам говорит не делай этого сталкивались такое да конечно постоянно но воля говорит делай и мы берем и делаем правда когда человек приходит спортзал ум ему говорит не делай потому что тяжело это тяжесть а воля говорит делай потому что это правильно да и и множество таких вот моментов когда нам дают невкусное лекарство какое-то мы ну как бы не хотим этого наши эмоции говорят нет правда но воля говорит надо по то есть воля может управлять нашим разумом может управлять нашими эмоциями и не важно что ты чувствуешь делай вообще никого как бы не ну как бы не переживай есть такие моменты когда надо не думать о том что ты чувствуешь надо просто делать или допустим чувства говорят там ну например там вот это друзья не отказывай им они же хорошие такие люди и так далее и так далее а воля твоя говорит нет послушай а библия говорит что это плохая компания и нельзя с такими компаниями понимаете да то есть и хоть это твои близкие друзья какие-то но все равно твои ценности основанные на воле они отвергают какие-то их предложения помните и шоуа в гефсиманском саду когда он перед своим распятием он молился и вы помните что происходило в его вообще он он переживал борения они были очень сильные и он говорил боже я не хочу ну да обменет меня чаша сия и дальше что он делает его воля она идет дальше на основанная на любви на ценностях бога он говорит но все равно пусть будет твоя воля я я по-человечески я не хочу но как бог я хочу я я смиряюсь я иду дальше я выбираю правильно поступить в какой-то момент итак вот почему друзья сатана и атакует нашу волю потому что воля это ворота в город услышите воля это ворота в город через которые открывается доступ к нашему сердцу мы решаем волей отпустить что-то в наше сердце или не пустить и тот кто владеет воротами города тот собственно владеет городом еще раз воля является воротами мы решаем принять грех или не принять то есть вот это решение вот эта точка она очень узкая это очень важный момент когда человек определяется вот просто приходит враг и говорит я хочу зайти и мы решаем пускать или не пускать если мы привыкли его пускать тогда он как бы и уже и не спрашивает он просто заходит это называется злая привычка это называется зависимость враг приходит и остается и делает то что нужно потому что он привык это у него есть пропуск старый давний пропуск но мы знаем допустим если мы сталкиваемся с какой-то новой ситуации пограничной мы размышляем пустить поступить сделать не сделать как правильно поступить то есть в этот момент наша воля она руководствуется какими-то нашими внутренними ценностями если они основаны на писании мы выберем правильно если нет тогда мы выберем как выберем и будем иметь то что зайдет в наше сердце будем иметь определенный результат итак мы говорили бог не порабощает нашу волю сатана порабощает то есть он тот кто хочет войти через ворота нашего сердца он хочет войти в середину он хочет добраться в конечном итоге до того храма где поселился христос и вытеснить собою его когда человек говорит а мне в общем-то не нужен бог уже мне достаточно я согласен жить так как есть это свобода смотрите заходите кто хочет заходить и выходите здесь все свобода я просто живу в прогрессивное время в прогрессивном обществе и становится тесно господу в человеке когда давид он осознавал эти моменты своей жизни он говорил боже не отними духа твоего да мы мы смиряемся когда мы согрешаем и понимаем что что-то вошло в наше сердце и нам нужно избавиться от этого потому что там находится дух святой нам нужна свобода нам снова нужно закрыть ворота нашего сердца итак друзья вот он враг он приходит к нашей воле он приходит к нашим воротам и как именно он что он использует какие методы он использует для того чтобы войти в наше сердце для того чтобы использовал как-то использовать нас прежде всего он он просто уловляет людей в свою волю мы понимаем что огромное количество разных разных бесовских сил влияет на людей в мире просто искушая людей поступить так как хочет князь этого мира и мы знаем что методы самые разные это могут быть обман это могут быть какие-то выгодные приложения такие предложения мы может быть угрозы может быть какой-то шантаж но тем не менее враг он стоит у ворот и он по-разному начинает как бы вести переговоры сердцем человека очень хороший известный пример мы помним историю адама и евы правда вообще такое иллюстрация переговоров сатаны с человеком вот именно тогда он вошел их сердце именно тогда он их обманул тогда они открыли свои ворота у них не было такого опыта раньше они не знали что произойдет до конца они знали что смертью умрем но как это они не могли до конца осознать насколько это тяжелые ужасные последствия и мы помним что были уговоры правда он же их не бил ногами он же не схватил его не связал ее и не запихнул ей яблоко там или что там было у них и сказал вот все она сорвала ела нет идея была в чем ты мне открой двери и ты открой позови меня а я приду я рядом я здесь с тобой давай мы вместе с тобой это сделаем были уговоры и была и произошла синхронизация они синхронизировали свою волю с волей сатаны и мы видим какие произошли результаты сатан наше время не приходит найти ко всем нам вот именно он тот же и люцифер тот же ангел в видимом образе и но тем не менее методы остаются те же он использует мысли используют какие-то образы подкидывает их чтобы мы начинали думать о чем-то о каких-то вопросах о каких-то позициях а почему так собственно устроен этот мир почему он так сказал а что вот это вот вот это а почему так вот люди относятся а доколе ко мне так будут относиться мы начинаем крутить эти мысли да и через время сами того не осознавая мы понимаем что что-то поселилась в нашем сердце какое-то такое черное ядовитое какое-то непонятное состояние и и мы помним интересную так также такую очень яркую историю когда сатан он пришел к ешуа во время того как ешуа постился помните эту историю описано матфея 4 главе написано что ешуа был введен духом святым в пустыню для того чтобы произошло определенное искушение для искушения от сатаны там написано да и мы помним какие предложения поступали от сатаны то есть он говорил там преврати камни хлебы там и так далее и так далее но не будем перечитывать вся четвертая глава там начала она говорит об этом тем не менее цель всего этого действия зачем что что должно к чему хочет сатан привести заставить делать грех и непотребство без сопротивления цель искушение сатаны поработить волю человека таким образом чтобы человек не сопротивлялся чтобы он грешил и не сопротивлялся чтобы ворота были открыты и не и не было сопротивления чтобы спокойно я захожу ну конечно заходи ну как бы все я точно да 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 конечно да мы тебя знаем у тебя есть пропуск мы тебя пропускаем когда человек делает так он становится подвластным человеку и мы читаем матфея четвертой главе что воля и шо была испытана дьяволом и он не добился своей цели он не смог завладеть его сердцем вы помните позже он говорил что вот идет князь мира а во мне он не имеет ничего в моем сердце ничего и мы помним что и шо будучи на сто процентом богом был на сто процентом все же и человеком его воля она также имела человеческий характер то есть нам сложно осознать это во всей глубине но тем не менее давление на него было оказано такое же как оно было оказано на нас как оно оказывается в течение нашей жизни то есть сатан давит похожими методами для того чтобы мы пропустили его в свое сердце итак здесь описаны истории когда непосредственно вот он нечистый дух он приходит к человеку и он видимым или невидимым образом начинает влиять на жизнь человека но вы знаете что сатана использует также и других людей то есть это есть такое хитрое слово коллаборационизм то есть люди которые служат врагу вот если враг захватил какую-то территорию и там остались люди которых он захватил и если они не сопротивляются но начинают ему служить они называются коллаборационисты то есть люди которые они не ведут партизанскую войну против него они просто живут и говорят ну так а что надо же жить надо же как-то выживать надо же то есть идет определенное сотрудничество и люди которые в какой-то момент жизни они запустили врага в стены своего дома они могут быть используемы и и активно используется очень широко используется для того чтобы насаждать волю своего господина среди других людей и очень яркую вообще историю рассказывает нам соломон давайте мы прочитаем притчи 7 глава 6 стих по 27 это как большой отрывок но очень хороший давайте посмотрим итак притчи 7 глава 6 стиха вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных заметил между молодыми людьми неразумного юношу переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки вечер дня в ночной темноте и во мраке и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем шумливая и необузданная ноги ее не живут в доме ее то на улице то на площадях и у каждого угла стоит стоит она строит она ковы она схватила его целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему мирная жертва у меня сегодня я совершила обеты мои поэтому и вышла навстречу тебе чтобы отыскать тебя и нашла тебя коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими спальню мою надушила смирною алоем и корицею зайди будем упиваться нежностями до утра насладимся любовью потому что мужа нет дома он отправился в дальнюю дорогу кошелек серебра взял с собою придет домой ко дню полнолуния множеством ласковых слов она увлекала его мягкостью у своих овладела им тотчас он пошел за нею как вол идет на убой и как олень на выстрел да коли стрела не пронзит печени его как птичка кидается в силки и не знает что они на погибели ее итак дети слушайте меня и внимайте словам уст моих да не уклоняется сердце твое на пути ее не блуждай постезем ее потому что многих повергла она ранеными и много сильных убиты ее дом ее пути в преисподнюю нисходящие во внутреннее жилище смерти ну то есть соломон молодец постарался так вообще да просто сразу ты представляешь этого молодого паренька у которого текут слюни и эту коварную даму совсем нежную мужа просто нет дома да она постаралась для него это хороший пример когда люди подчиняют свою волю воле других людей нарушая при этом волю бога становясь открытыми для сатаны мы видим что много сильных было уловлено ею человек может быть очень сильный физически еще как-то но коварство которое используется оно порабощает эту силу и мы можем помнить о разных историях которых учат нас писание мы можем помнить например о подчинении Ахава и Изавели помните да она была очень волевая женщина она умела покорять волю других людей умела ломать волю других людей это было очень страшно мы помним историю например Иова вы помните что бог забрал у Иова практически все оставил ему жену казалось бы благословение но она в какой-то момент что начала делать говорит похули бога правда и умри то есть сатана использовал ее сердце в ее сердце было нечто что можно было использовать как оружие против Иова потому что если он знал что в богатстве в каких-то других вопросах сердце Иова не зависит поэтому когда забрали ее сказал ну бог дал бог взял слава богу ему все равно мы когда умрем умрем голыми и боссами ничего не получится ну как бы не схватил сатана его а жену оставил почему потому что было нечто в ее сердце что можно было использовать для совращения праведного человека и так враг использует как прямое давление на нашу волю то есть вот бесовское давление будь это выражено явно когда вот оно появилось перед тобою будь это не выражено но через какое-то навязывание мыслей навязывание какого-то поведения каких-то поступков также он использует других людей но если бы это все так было просто также следующий метод который используется нашим врагом это остатки нашего в общем-то ветхого человека якобы 1 глава 13-15 стих там написано следующее в искушении никто не говори бог меня искушает потому что бог не искушается злом и сам не искушает никого но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь чем собственной похотью похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает что смерть вот описан процесс процесс якова 1 глава 13-15 процесс того как человек искушается есть грехи друзья и это не секрет которые мы любим правда мы нежно оберегаем их и они стабильно присутствуют в нашей жизни они такие любимые писание еще называет их запинающие да то есть вот ты идешь идешь и ты постоянно падаешь носом вот одни и те же любимые грабли и мы так их просто если они вдруг лежат не в том месте мы их переставляем вот есть какая-то стабильность в этом правда чтоб не промахнуться и прям вот так вот прям все чувствую себя человеком в плохом смысле слова да человеком греховным мы уличены ними говоря реально у нас в общем-то нет ни малейшего желания с ними расставаться они занимают очень уютное место в нашем сердце и возможно возможно когда-то это было таким невинным хобби вообще это не было сразу грехом может быть знаете способом отдохнуть или отвлечься но в общем-то это сейчас стало чем-то большим это стало необходимостью то есть если что-то сначала было просто таким знаете случается то теперь это становится проблемой и 1 коринфянам 6 глава 12 стих говорит все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною вот слушаете как паша говорит аминь ничто не должно обладать мною все мне позволительно, говорит Писание, кроме греха, все можно делать, кроме греха, ничего не должно обладать мной, если какая-то вещь начинает обладать, обратно же, давайте говорить об этом образе, я город, если городом что-то, что обладает, значит, ворота открыты, правда, да, то есть, если есть что-то, что входит в вашу жизнь, и оно обладает вашей жизнью, ваши ворота, они открыты, ваша воля, она позволяет этим вещам происходить, она сломлена, она находится либо в договоре с врагом, либо просто так уже обманули, что уже вот просто человек уже вообще не знает, что происходит в его жизни, итак, как же нам укреплять нашу волю, мы уже рассказали о том, как ее атакуют, да, что это, как происходит давление на нас, как нам ее укрепить, нам надо учиться закрывать эти ворота, друзья, закрывать для плохого и открывать для Божьего, да, и Ефесянам 6 глава 11-12 стих говорит нам, что необходимо сделать, очень известное место, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, козни это как раз вот эта вот брехня, которую сатана подкидывает, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы подниместной, видите, итак, первое, что нужно сделать, это понять, что мы можем противостоять и научиться это делать, у нас есть оружие, оказывается, можно, знаете, как бы услышать стук в свое сердце, приоткрыть калитку, сказать, вы кто, а там говорят, а можно к вам, а ты говоришь, сейчас, 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 подождите секундочку, я за мечом сгоняю, вот, оденусь хорошенько, и мы, сейчас, не уходите, пожалуйста, да, это не то, что ты выходишь в тапочках с кофе и говоришь, здравствуйте, заходите, то есть нет, человек, он вообще в другом состоянии, он одевается, и он готов сражаться, и мы не будем сегодня говорить подробно об оружии, тем не менее, оно очень универсальное, можно угошать раскаленные стрелы, оказывается, можно наносить ответные удары, то есть можно еще в ответ навалять, оказывается, да, и есть множество примеров библейских, помните, да, сыновья скевы там такие были, там, ну, которые, они, они вроде бы, как бы, руководили процессом, но силы Божьей не имели, и они получили, но мы знаем того же Павла, который был очень простой, он посмотрел, говорит, дух пророческий, там, дух нечистый, выйди, и все, и все, все, и духи были, они в курсе, что вот туда лучше не ходить, мы Павла знаем, и Иисус нам известен, и Павел нам известен, то есть они встречались уже где-то, да, они пришли раз, пришли два, получили, хорошенько говорят, в тот город не ходите лучше, они злые, они бьют нас постоянно, таким должен быть образ верующего человека, не терпила, который страдает, вот знаете, это терпит и говорит, о, Господи, хоть бы мне до Царства Небесного где-то там доползти ковриком у ног Иисуса, послушайте, это не библейский образ, я вам серьезно говорю, это не библейский образ, потому что Бог нас учит побеждать эти вещи, он говорит, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире, так это как называется тогда? Жизнь должна выглядеть немножко по-другому, наш город должен быть крепким, потому что имя Господа что? Крепкая башня, и что делает праведник? Убегает туда, укрывается в этом имени, Бог нас оберегает, есть же защита Божия, Он дает нам оружие Божие, итак, смотрите, 2 царств, 22 глава, 33-35 стих, говорит, Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, на высотах поставляет меня, научает руки мои, брани и мышцы мои напрягает, как медный лук, то есть Бог учит нас сражаться, Он заинтересован в том, чтобы мы использовали это оружие, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дает, власть, которую Он нам дает, чтобы мы использовали власть имени Ишуа против болезней, против различной брехни сатанинской, против различного сатанинского давления. Итак, противостояние, друзья, нам нужно использовать то, что есть и то, что дано нам, Богом. Но вы знаете, что бывают враги или бывают грехи, с которыми нам лучше не вступать в открытый бой. Мудрость в том, чтобы не всегда лезть, знаете, как бы на рожон. Мы можем вспомнить такую историю, как Иосиф и жена Патифара. Помните, что он сделал, да? Она домогалась молодого юноши, богатая женщина, которой просто со скуки нечего было делать. Она домогалась молодого красивого еврея, юноша, который был вообще и умный, и красивый, и вообще молодец, да? Но у него были ценности, его воля, она была основана на этих ценностях. И когда она уже приступила к нему, и выбора как бы уже было мало, он позорно бежал. В глазах людей он позорно бежал. Но тем не менее, в глазах Господа он смог сохранить в чистоте свой город. Понимаете, да? Он убежал. И это нормально. Есть грехи, друзья, против которых не нужно нам спешить выступать и говорить, что это ерунда. Грех — это сильная вещь. Есть моменты, когда нужно встать и уйти. И пускай люди говорят, что ты религиозный, пускай они говорят, что ты фанатичен, что ты вообще ненормальный и ограничен. Окей, хорошо. Но мой город останется в чистоте. Мой город останется свободен. Я не хочу быть таким же несвободным, как вы. Я лучше постою в сторонке, я лучше уйду вообще. Я не буду с этим иметь ничего общего. Второе Тимофея, вторая глава, 22-23 стих говорит. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Не во всяком споре вам нужно побеждать. Есть моменты, когда нужно просто оставить человека, передать его в руки Господу, и пускай Бог ставит его на место. Просто передайте. Итак, то, что мы можем использовать, мы можем использовать нападение, то оружие, использовать то оружие, которое он дал. Но также в некоторых моментах мы можем использовать уклонение или избегание. Когда мы уходим из того места, которое может быть опасным для нашего источника жизни, для нашего сердца. Это нормально. Это нормально быть непохожим на неверующих людей. Послушайте, гордитесь этим, вы похожи на Господа. Есть, есть сказать, так окей, хорошо. Это нормально. Дальше. Когда он расслаблялся, сплошные проблемы. То хотел людей посчитать, то на женщин смотрел, как будто своих не было. Ну, то есть, какие-то вообще. Руки надо вот как бы занимать Божьими делами, правда? Они непонятно чем. Он занимал их войной, сражением для Бога, а тут на тебе. Поэтому Писание говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. 1 Коринфянам 16, 13 говорит, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Иными словами, друзья, не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Пока мы проходим весь этот земной путь, увы, но наш город должен быть охраняем. Не будет такого момента, когда вы достигнете какого-то пика и скажете, ну, наконец-то, теперь можно быть на расслабоне. Ну, я достаточно силен, мои доспехи блистают, я могу пустить кого-то, если что, я быстренько подавлю этот мятеж. Это ж такое дело, что нам стоит, вот как бы мы же сильные и так далее, и так далее. Именно эти моменты, они становились искушением, после которого сатана приносил поражение. Итак, не расслабляйтесь. А знаете, что делайте лучше? Когда город закрыт для вражеских атак, знаете, чем занимаются солдаты в городе? Спят и спят тоже. Они чистят оружие и тренируются. Друзья, это очень важный момент. Солдаты в городе тренируются. И здесь очень, смотрите, какой хитрый штука, хитрый момент. Духовные тренировки, они должны быть какими? Постоянными, правда? Если вы хотите быть в тонусе, вам нужно поддерживать этот тонус, потому что наш организм, он построен Богом таким образом, если нам не нужны мышцы какие-то для нашего выживания, знаете, что организм делает? Он перестает их обеспечивать, он их расслабляет. Например, почему вот люди, которые занимаются спортом, они вот такие, у них крепкие стальные мышцы? Потому что они постоянно занимаются спортом. И организм, он понимает, что чтобы выжить, надо держать мышцы крепкими, потому что постоянные нагрузки есть. А если нагрузок нет, все обвисает, это нормально, это часть процесса. Если вы, например, много ходите, у вас будут крепкие ноги. Если вы много сидите, вы, скорее всего, не будете ходуном. Да? Итак, нам нужно заниматься. И очень хороший, очень шикарный, вообще шикарный такой вот упражнение, шикарное упражнение для прокачки нашей воли, знаете что? Пост. Вообще это идеально. Я считаю, что это одно из таких ключевых вообще идей, почему Бог придумал пост в Писании. Смотрите, что происходит во время нашего поста. Во время нашего поста мы воздерживаемся от пищи для духовных целей. Но для каких духовных целей? Что происходит? Причем тут пища и причем тут духовные цели? А при том это, что, смотрите, мы, естественно для нас кушать, правда? Ну это очень естественно. Бог нас создал, мы не грешим, когда кушаем. Все нормально. Но когда мы постимся, то, что естественно для нас, мы отодвигаем на второй план ради приближения к Богу. Понимаете, да? Теперь, если приходит какое-то искушение, скажите, наша воля крепнет, когда мы постимся? Да. Конечно, крепнет, правда? Поэтому, когда приходит какое-то искушение, будет ли нам легче ради Бога не податься этому искушению? Легче будет, правда? Мы привыкли не кушать, хотя это естественно, но мы привыкаем и не делать каких-то вещей, не делать греха. То есть, на самом деле, даже в этом, смотрите, очень и очень важный момент. Я не говорю о том, чтобы мы все кинулись вдруг в посты, и там такие сорокадневные. Ни в коем случае, друзья, пожалуйста. Но сделайте пост частью вашей, вообще тренировки, частью вашей жизни, как верующего человека. Вы хотите, чтобы ваш город был в свободе? Хотите, да? Тогда во вторник, в 8 часов вечера, мы начинаем пост общинский. Вот, пожалуйста. Паша начинает пост. Паша во вторник постился. Вот, слушайте, друзья, вот человек в воле, да? Он во вторник уже постился. Поэтому нет, на самом деле, какой-то сложности. Если у вас нет запрета от врачей прямого, а иногда есть ситуации, когда есть прямой запрет, то тогда пробуйте, будьте мудрые в этом. Не пытайтесь сразу поститься по 3, по 5, по 10, не дай бог 40 дней. Нет, к этому нужно подойти, чтобы не надорваться. Это нормально. Когда ты приходишь заниматься в спортзал, ты не можешь поднимать большие веса. Поднимайте маленькие, и все будет хорошо. Но, тем не менее, ваша воля будет крепнуть. Тем не менее, вы увидите, что все легче и легче противостоять врагу. Почему? Потому что вы выбираете чаще Божью сторону, выбираете ее осознанно. Вы учитесь сражаться, вы учитесь защищаться, вы учитесь нападать. Поэтому сюда можно добавить и другие дисциплины. Добавить дисциплину, например, милосердия, поддержки, служения другому. Можно добавить сюда классические молитва, писания. Все это вещи, которые помогают нам укреплять нашу волю. Хотите простой рецепт? В общем-то, он простой. Но все же нельзя сказать о том, что это такая пилюля, которая решает все вопросы. Друзья, нам необходимо самим брать ответственность за свои ворота. Так создал нас Бог. Он сказал, есть город, есть вход в этот город, и ты в состоянии его защитить. Мы можем защищаться. Он нам дал все необходимое для жизни и благочестия. Поэтому, друзья, я призываю вас пересмотреть, скажем так, распорядок вашей жизни. Пересмотреть те пути, через которые враг приходит к вам. Может быть, избавиться от тех старых любимых грабель, которые вы перекладываете где-то. Может быть, перестать договариваться с врагом и объявить бунт во имя Господа. И сказать, город будет принадлежать Богу всецело. Там есть храм Духа Святого, и он будет занимать все место в этом городе. Я хочу, чтобы происходили изменения. Я хочу обновлений своей жизни. Аминь. Давайте мы помолимся. У нас сегодня причастие. Я верю, что это также один из моментов, которые помогают нам переосмыслить свое положение перед Дворцом. Творцом. Господи, я прошу сейчас за каждого человека, кто проходит какие-то сложные этапы своей жизни, чьи ворота города, Боже, давным-давно открыты для врага. Господи, я прошу о том, чтобы ты дал осознание того, что они открыты, осознание того, как враг атакует, Боже. И чтобы ты, Господь, пробудил ревность. Ревность в том, чтобы отвоевать территорию назад. О том, чтобы посвящать свое сердце снова Господу. Что бы это ни являлась проблемой. Какой бы проблемой это ни являлось. Боже Святой, мы просим о Твоей помощи, о Твоей поддержке и о Твоем направлении для каждого из нас. Мы сейчас, Господь, приходим к этому моменту хлебопреломления. И мы хотим, Боже, чтобы наше сердце было готово. Боже, прости нас за те грехи, которыми мы огорчали Тебя. Прости нас, Боже, за то, где мы договорились с врагом, Боже. И помоги нам стоять в чистоте и святости. Очисти нас во имя Ишуа Мессии. Господи, спасибо Тебе, что даже когда мы немощны, Ты силен в нас. Даже когда мы не можем, Ты, Боже, борешься за нас. Твои ангелы приходят в наши жизни. И, Господи, сражаются за нас. Спасибо Тебе, Боже, за любовь, которая больше, чем мы можем даже себе представить. Благословен Ты, Господь, Бог, заботящийся о народе Своем. Благословен Ты, Бог, поддерживающий народ Свой. Господь, я прошу Тебя, особенно от тех, кто давным-давно борется с какими-то старыми грехами, Господь, которые так тяжело уже даются, потому что они так вкоренились, Господь. Я молюсь о том, чтобы эта связь, она разрывалась, Господь. Чтобы эта связь с грехом, она разрывалась, Господь. И налаживались отношения с Тобой. Происходила эта синхронизация нашей воли с Твоей волей, Господь. Чтобы нам понимать, что Ты хочешь от нас. Чтобы нам понимать, как это сделать, Господь. Чтобы нам, Боже, в простоте сердца служить Тебе в радости. Боже, мы нуждаемся. Мы уповаем. Мы просим, помоги нам во имя Ишуа, Мессии. Продолжение следует...